Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике ТРИЗЕ для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0, улица Крымская, 242, офтальмологический центр ТРИЗЕ. Здравствуйте! Телеканал РЕН-ТВ продолжает новости о НАПР-регион в студии Ирины Меркурива. Итак, сегодня в выпуске. Высокие гости в Анапе. Город-курорт посетила делегация Ростуризма. К курортному сезону готовы. Транспортная полиция еще проверяет надежность системы безопасности на железнодорожном вокзале. Нешуточные баталии. В Анапе открыт новый футбольный сезон. Делегация из Федерального агентства по туризму с рабочим визитом побывала сегодня в Анапе. Предмет интереса гостей – реализация крупных инвестиционных объектов, способствующих развитию санаторно-курортной отрасли. Программа рабочего визита расписана от и до. Первая остановка – территория жемчужин России, откуда началось строительство напорного канализационного коллектора. Совсем недавно в Анапу приезжал глава Ростуризма Алексафонов и был впечатлен масштабами строительства. Сегодня инвесторы держали отчет перед рабочей группой Федерального агентства. Цель визита проста – проверить, как в Анапе идет реализация инвестиционных проектов. Примерами эффективного вложения в отрасль частного капитала стали лечебно-оздоровительный комплекс «Витис», ресторанный комплекс «Джамайка», пансионат «Бригантина». Туристская инфраструктура в Анапе развивается. Курорт с каждым годом пользуется все большим спросом. И необходимо создавать комфортные условия для отдыхающих. Ежегодный отчет о работе казачества за год заслушали представители городской администрации, депутаты городского совета, главы сельских округов и представители православной церкви. Расскажет Наталья Змызгова. Анапское казачье общество – одно из самых активных и многочисленных – более 7 тысяч человек. В прошлом году казачество принимало участие в знаковых для края и страны событиях – зимняя Олимпиада в Сочи, присоединение Республики Крым к России. Представители Анапского района казачьего общества, перебравшись на территорию Украины, заняли оборону на блокпосту Ченга, перекрыв украинским националистам доступ на полуостров. Находясь в Крыму, казаки Анапского района стойко переносили тяготы и лишения полевой жизни. Личное и гражданское мужество, проявленное казаками в Крыму, было оценено по достоинству. Отправляли гуманитарную помощь в Луганск, помогали в природоохранных мероприятиях, взаимодействовали с полицией. Ежесуточно дежурили в городе вместе с патрульно-постовой службой, на ЖД вокзале и в аэропорту. Особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В прошлом году появилось еще пять детских казачьих классов, теперь их в районе 24. Развивали прикладное творчество, масса спортивных побед. По итогам месячника военно-патриотической работы Анапское общество уже второй год подряд заняло первое место в крае. Наше общество на хорошем счету в крае, оно одно из самых крупных вообще в Таманском отделе, но и в целом кубанском казачьем обществе. Я хотел бы поблагодарить всех вас от имени главы города Сергея Павловича Сергеева, от себя лично, за ту работу, которую вы проводите. Казаки оценили работу Атамана Валерия Плотникова и всего Анапского районного казачьего общества. Поставили оценку удовлетворительно. Нагрудными знаками и благодарственными письмами отметили лучших по итогам работы в прошлом году. С приходом весенних праздников в Анапу хлынут потоки отдыхающих. Какими они увидят наши пляжи? О содержании пляжных территорий арендаторами предприятиями санаторно-курортного комплекса шла речь на совещании в администрации города-курорта. После непогоды, выходные дни и штормов сотрудники МУПАКУ вышли на уборку пляжей. Вывезли пять камазов бытового мусора. С муниципального предприятия спрос строгий. Этого же отношения надо требовать со всех арендаторов пляжных территорий. И сегодня разговор о долгосрочной аренде, они подразумевают только качание денег в курортный сезон. А уборку кто будет делать в межсезонье? Я сегодня ехал утром, зная о том, что будем проводить совещание, специально проехал по Пионерскому проспекту. И представил на секунду, что у нас нет МУПАКУ, которая ухаживает за Пионерским проспектом. Это дополнительная нагрузка. Им никто за это не платит. Ни за покраску, ни за обрезку, ни за покос, ни за что. И на секунду представил, нет МУПАКУ. Что у нас будет? Весна традиционно время большой уборки. Шторм, непогода, сильный ветер выносят мусор на пляже. Отложить другие дела и приложить все усилия для наведения порядка. Сегодня это самое главное. Значит, под персональную ответственность начальника управления Санкура состояние пляжей. У нас по каждому пляжу есть с кем-то договорные обязательства. Если без хозяина пляж, тогда, дорогие друзья, доказывайте мне, что это. Федеральная земля, допустим, либо еще что-то. Почему в таком состоянии? Грязь и антисанитария на пляжах – повод для обращения в природоохранную прокуратуру. Отсутствие претензионной работы глава назвал бездействием ответственных служб. И в продолжение темы. Главный фонтан курорта проверили специалисты. Тестирование главных фонтанов Анапы на предмет «Как перезимовал оборудование» готово ли оно без проблем вновь радовать своими возможностями. Оборудование светомузыкального фонтанового комплекса уникальное. Послушать классическую музыку и посмотреть на разноцветный водный фейерверк гости и жители города-курорта смогут, как всегда, с приходом теплых дней. Сотрудники транспортной полиции готовятся к наплыву отдыхающих. Уже с 1 мая начнется интенсивная работа. Анапский железнодорожный вокзал входит в программу «Умный вокзал России». Камеры дневного и ночного наблюдения охватывают 100% территории. В рамках повышения уровня безопасности часть камер в этом году заменили. Закупили новые, более современные. Качество изображения повысилось. Информация с камер аккумулируется в центре управления. Новый аппарат для проведения дактилоскопии работает на основе сверхчувствительного сканера. Подготовку к сезону начали еще в январе. В этом году, проводя инструктаж личным составом, все-таки я делал уклон больше к вежливости с людьми. Когда прибывает человек, он проследовал 5 суток в поезде, выходит на перрон и он не знает, куда идти. Именно сотрудник полиции, он именно в нем видит человека, который подскажет ему. Важно эффективно распределить личный состав. Ежедневно охрану порядка осуществляют два полицейских и казак-дружинник. Работают досмотровые группы, частные охранные предприятия. Терминал железнодорожного вокзала оснащен аппаратом «Хомоскан» для проверки контрабандных грузов, перевозимых в теле человека. Детская безопасность прежде всего. В новом сезоне требования к транспортировке детей станут жестче. Все автобусы с детскими группами выезжают с привокзальной площади только с сопровождением роты ДПС, экипажей дорожных патрульных служб. Вокзал доступен для маломобильных групп населения. Оборудован подъемниками, пандусами и специальными знаками. Молодые депутаты Кубани с рабочим визитом побывали в Анапе. Во Всероссийском детском центре смена провели мастер-классы для лидеров молодежных движений, проехали с экскурсией по местам боевой славы города-курорта. У Стеллы город Воинская слава своих молодых коллег встретил председатель совета Леонид Кочетов. Для ребят он провел экскурс в историю. Молодые депутаты из Новороссийска, Сочи, Туапсе, Тимрюка и Краснодара отдали дань памяти погибшим воинам и историческому прошлому города Воинской славы. К памятной Стелле возложили цветы. Совет молодых депутатов Краснодарского края был приглашен с целью поделиться опытом своей работы, тем, как молодые ребята пришли в политику, как они в ней реализуются, как находят себя, как помогают людям. Поэтому сегодня наш молодой комитет собрался в Анапе. Мы провели несколько больших встреч, несколько секций и, естественно, не могли покинуть Анапу, не побывав в таких знаковых местах. Уникальный памятник археологии Гаргипия известен далеко за пределами Краснодарского края, поэтому интерес к нему молодых депутатов понятен. Для многих увидеть его экспозиции и знаменитый роскоп было давней мечтой. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. В филиале Сочинского государственного университета научно-практическая конференция. В преддверии 70-летия Победы анапские студенты встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Студенты Анапского филиала Сочинского государственного университета представили свои доклады о ветеранах Великой Отечественной войны. Сочинения и исследовательские работы написаны на основе воспоминаний родственников, дополнительных источников музейных документов. Участников Великой Отечественной войны Евгения Чермашенцева и Софью Поварову очень хорошо знают и любят в городе. Студенты с большим уважением и любовью встречали ветеранов. Заместитель главы Людмила Мурашова рассказала о масштабах мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы и о роли молодежи в них. Меняется место факельного шествия, сегодня меняется место привала, будет реконструкция, уделяется особое внимание проведению Бала Победы. И вы все это увидите и будете к этому сопричастны. Именно вы, ребята, сегодня проводники той истории, которая произошла в судьбе нашей Родины, в судьбе нашей России. В завершении мероприятия директор филиала ИВЭТ Ашкенадзе подвела итоги научной конференции. Около тысячи танцоров приняли участие в пятом международном хореографическом фестивале конкурсе детского и молодежного творчества «Берег талантов», который по традиции прошел в Анапе. Более 50 танцевальных коллективов сразились в искусстве пластики, динамики, во всех жанрах хореографического искусства. Мы его готовили с любовью, со всей отдачей, ждали наших участников. География участников очень большая, ребятки приехали с различных регионов нашей необъятной страны. Конкурс стал настоящим праздником красоты и грации. Что не номер, то шедевр. Открытием фестиваля стали гости из Крыма, шоу-балет Алиса из Керчи. Они и завоевали гран-при. С новым футбольным сезоном. Не меньше трех тысяч болельщиков собрал матч городского футбольного клуба Анапы и команда «Спартак» из Геленджика. За зрелищным спортивным поединком двух курортных городов следила и наша съемочная группа. Чемпионат Краснодарского края по футболу «Высшая лига». Настрой на игру боевой. Глава курорта, почетный председатель городского футбольного клуба «Анапа» Сергей Сергеев приветствует спортсменов и болельщиков. У Анапы большие и славные традиции в этом мире. Все мы любим футбол. Поэтому я не буду многословен. Я пожелаю нашей команде успехов. Пожелаю соперникам удачи. И хочу пожелать болельщикам, чтобы наши спортсмены приносили нам только положительные эмоции. В центре защиты «Анапчан» выделяется новичок Николай Олейников, известный в прошлом капитан Волгоградского ротора. Сыграл восемь матчей в Кубке УЕФА против английского «Манчестер-Сити» и других европейских команд. Признается, «Анапу» выбрал не случайно. «Команда нравится, ребята стараются. Поэтому, я думаю, будем только прибавлять. Условия хорошие, только все от нас зависит. И, ну, будем стараться футбол, чтобы процветал в Анапе». «Спартак» считается одним из сильнейших соперников. Матч был напряженный, атаковали обе команды. Однако реализовать голевые моменты не удалось никому. Игра завершилась ничьей. Но скучать болельщикам не пришлось. Даже самые юные из них не остались равнодушными. «Мне понравился матч, очень интересно было. Много моментов было у «Анапы». Реализация не помогла». 25 апреля наша команда отправится на матч «Сочи-2». А ближайшая домашняя игра на стадионе «Спартак» пройдет 2 мая. Соперником «Анапы» станет команда «Краснодар-4». На сегодня это все новости. Наталья из Мозгова расскажет нам о погоде на завтра. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды. Апрель не на шутку разбушевался. Ливни и грозы уже стали привычной картиной этой весны. В среду 22 апреля в Анапе прояснится. Но возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 10 градусов. Порывы юго-западного ветра поутихнут до 6 метров в секунду. Генеральный партнер программы «Клиника Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Автормологический центр Тризе.